Вы сейчас, мэрия города Рославля, исполнительная власть города Рославля, новая власть, опять наступает на те же самые грабли. Пока вы не измените маршрутную сеть, тарифы поднимать вообще нецелесообразно. Люди уйдут. Но тариф в 28 рублей останется. Очередное заседание областной думы не обошлось без обсуждения повышения стоимости проезда в общественном транспорте сразу на 5 рублей. Одни народные избранники резко против, другие ждут от мэрии не только кнута, но и пряника. На себя берут ответственность сделать два следующих шага. Это маршрутная сеть и выполнить доходную часть вместе с коллективами, значит в течение всего последующего периода. Тогда такого резкого увеличения больше не будет. А вот резкого понижения температур за окном хоть и не ожидается, но ситуация с графиком подачи тепла народных избранников пугает. Так администрация Рыбинска уже согревает своих жителей, а в других районах не спешат. Виной тому принятые главами постановления без ориентира на реальную ситуацию, но глаз парламентариев кажется услышан. Мы связались с Мышкинским районом, действительно глава внесла изменения еще вчера в постановлении, с сегодняшнего дня. Да, соцобъекты подключены, а с 27-го весь жилфонд тоже будет подключен в Мышкинском районе. Весь жилфонд региона должен быть в тепле не позднее 3 октября. Когда с горячими темами разобрались, перешли к повестке, говорят о региональном бюджете. Доходы областного бюджета на текущий год увеличиваются на 118,5 миллионов рублей. Все увеличение идет за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. И в целом доходы составят 74,5 миллиона рублей. Так, федеральный бюджет выделяет Рыбинску сразу 400 миллионов рублей на дорожное строительство. 132 миллиона – Ярославлю на проведение всероссийского форума проектория. 34 миллиона – на обеспечение населения бесплатными медикаментами. Еще 50 миллионов – на продолжение грандиозной реконструкции храмов Хапилева. Другой вопрос повестки вновь о социальном кодексе области. Здесь новые поправки в адрес семей военнослужащих. Практически в 4 раза поднята выплата детям. И, соответственно, эти деньги идут и в семью сотрудников погибших при исполнении служебного долга. То есть они сейчас с 2 тысяч практически 800 рублей, по-моему, увеличены до 12 130 рублей. И кроме того, народными избранниками была поддержана инициатива о расширении полномочий многофункциональных центров. Теперь здесь мы сможем получить свидетельство о рождении и смерти. Полис и снился целый перечень социальных выплат. Но пока это пилотный проект. Подобные услуги будут оказываться в МФЦ Завовского и Сдержинского районов. Но если опыт окажется положительным, его будут транслировать на все крупные населенные пункты региона. Александра Панкратова, Сергей Васин. Дземсобытия.